Несостоятельность реформы и ветеринарные службы предрекают в Акмолинской области. По словам местных ветеринаров, реформа не только не решает проблемы отрасли, но и наоборот усложняет их работу и вносит неясности. Как отмечают специалисты, сегодня необходимо совершенствовать систему ветслужбы и внести более существенные изменения. Рассказывает Аслан Абуталипов. Аскорбек Ибраев трудится ветеринарным врачом вот уже седьмой год. Ему приходится обслуживать сразу несколько сел, где порядка 10 тысяч голов крупного и мелкого рогатого скота. Изменения в ветеринарной отрасли он ждал долго. Но кроме повышения зарплаты, никаких других новшеств ветврач не увидел. Несмотря на то, что есть пару помощников, признается, работать непросто. Существенного на глаза, чтобы бросаться, ничего такого не изменилось. Выделяется на каждую манипуляцию сумма, определенная сумма. И с этой выделенной суммы израсходуется на все необходимые для работы финансы, на непредвиденные расходы на технику, ГСМ. Плюс от этого еще наша зарплата. Цифровизация отрасли и новое приложение для идентификации сельхозживотных усложнит работу ветврачей, дает о себе знать и качество интернета. Во многих селах его скорость оставляет желать лучшего. Нелегко будет ходить по загонам и сараям с планшетом, говорят специалисты. Техника все старая, техника выделилась. В 2013 году обновок не было до сих пор. И компьютеры все старые. Не то, что интернет, телефон не везде ловит. Например, у Ялах связь не ловит. В реформе ветеринарной отрасли есть как преимущества, так и недостатки, отмечает главный ветеринар региона. Из плюсов – закуп бирок и вакцин за счет бюджета местных властей, передача ряда функций Акимата в ветинспекцию, повышение зарплаты. Но нерешенных вопросов тоже немало. Сейчас должна быть норма нагрузки, которая не всегда соблюдается, и ее надо определить. Например, сколько положено ветврачей, веттехников и санитаров на поголовье. Другой вопрос – это бродячие собаки и кошки. Сейчас никто ими не занимается. Наши ветстанции вынуждены работать в этом направлении, но никаких стандартов и норм нет. Проблемным остается и наличие главного ветврача, главного ветинспектора, директора ветлаборатории. И у каждого свое руководство. Из-за этого нет системной работы и результатов. По словам ветеринаров, из-за недоработок в законодательстве не всегда вовремя проводится вакцинация или забор крови скота. Из-за этого и высокие риски заболеваний у поголовья. Поэтому проблем и спорных вопросов все еще хватает. Все они требуют пересмотра и своевременного решения. Аслана Буталипов, Виктор Полянный, Акмолинская область, Хабар-24.